Широкино относительно безопасно. Можно либо утром, пока солнце светит в сторону позиций вооруженных сил Украины, либо вечером, когда снайперы уже не видят цель, а тепловизоры еще не работают. Сегодня миссия ОБСЕ не рискнула проехать через Широкино, хотя неоднократно заявлялось о том, что мониторинг и комиссия собираются там ночевать. Сейчас мы едем на передовые позиции. Я тебе скажу одно. Я вижу на обувь бережу. Так, а я тебе сказал, что здесь не любопытный. Тот, кто должен сгореть в огне, он никогда не втонет. И это уже два месяца, естественно, нормально. На связи. А я почти в рот. Нормально. Бой у нас идет уже который день, хотя у нас есть перемирие, да, которые там, соглашение, которое никто не отменял. Но отряды АЗО, право сектора, постоянно такой вот нашей позиции. Вот, пожалуйста. Работают. Начиная от Стрелкова. Продолжаем дальше. Танки, АГСы, минометы 82-е, минометы 120-е. Также работает головичная артиллерия. Скажите, а вот насколько изменяется ситуация, когда сюда приезжает миссия ОБСЕ? В худшую сторону. Появились жипики ОБСЕ. Покрутились, повлетелись, уехали. Ну, максимум три часа начинают обстрелять наши позиции. Украинская сторона на 22-30 запросила перемирие, воспользовавшись маленькой передышкой, мы сейчас выдвигаемся на передовые позиции ополчения. Это самый, что не называется, передок. Отсюда до украинских позиций всего 300 метров. Они пытаются иногда обходить по берегу. Здесь обрыв, который уходит в Азовское море. Как рассказывают ополченцы, своих погибших наемников, они пытаются ходить прямо в море. Сейчас здесь на берегу валяется мешок с грузом 200, который выбросило во время штурма волнами. Да, вот там он лежит. Они хотят забрать. Вот почему сейчас атака была. Они хотят свою льды свою уничтожить. Откуда знаете, что наемники? Откуда наемники? Ну, были же попадались. Понятно. Пять минут до начала перемирия, которое запросила украинская сторона. Огонь становится интенсивнее и ожесточеннее. Такое ощущение, что до начала режима прекращения огня они пытаются израсходовать как можно больше боезапаса. Утро в Широкино. Утро в Широкино. Утро в Широкино. Утро в Широкино. Далее. Выезжай, не сбаливай, я еще не знаю. Вышла группа, а что? И... Вогом ранила, а вогом. С наступлением рассвета, интенсивность огня с стороны позиции украинских войск усилилась. Сейчас ополчение работает на подавление огневых точек противника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я вчера узнал,катулупился на связи,дыхло вон рассветится,ничего не держал. Не попали,да? Да иначе. И чем легче не было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова